добрый день уважаемые зрители сегодня мы с вами завершаем наш разговор фундаментальных основах программирования почему завершаем потому что курс явно мало кому интересен на самом деле я планировал не 7-10 уроков я планировал уроков 40-60 ввиду катастрофической невостребованности данной темы я решил ограничиться очень маленьким количеством сегодня я расскажу последний блок который собственно собирался это нотации так все состоит любой абсолютный язык программирования любой язык программирования он состоит из средств описания данных и средства описания действий средства описания данных декларируют элементы и типа данных которые будут использоваться в программе средства описания действий указывают действия которые будут собственно выполняться программами простейшим средством описания действий у нас является выражение выражение задает некоторые действия которые вычисляют единственное значение. Состоит из констант, переменных, а также знаков операции и скобок. Те элементы данных, которым применяются операции, называются оперантными. В принципе, методы для описания синтаксиса выражения автоматически распространяются и на остальные средства языков программирования. Обычно в языках программирования используется смесь нотаций, то есть после записи выражения. Большинство операций записывается между оперантами, некоторые перед ними, некоторые после оперантов. Отсюда и три нотации. Это инфиксная, префиксная и постфиксная. В качестве примеров давайте рассмотрим бинарные операции. Бинарная называется та операция, которая применяется двум оперантам. На самом деле, вы можете встретить абсолютно спокойно. Вот такая. В любом случае понятно, что означает и первая, и вторая. Префиксная – это до, собственно, операнты. Декодируется простым просмотром слева направо. Нет необходимости как таковой в скобках. Но в реале в языках программирования используется крайне редко. Почему? 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 Ну, подумайте сами. Давайте какие-то простейшие выражения напишем, чтобы не быть голословными. А, плюс, бля, ну, забегая вперед, это инфиксная запись. Как же эта инфиксная запись будет… Ну, не совсем правильно, но давайте вот считать, что я сейчас инфиксную запись отображу в постфиксном варианте. Много вы видели вот такой записи? Да даже опытные программисты такую запись очень мало видели. Я вот как человек, может, не столь опытный программист, но в своей работе архитектор информационных систем я видел очень много языков. Вот, и PHP, и Perl, и Python, и 1S много-много лет я вижу, и даже Java, и США. Вот такая запись встречается крайне редко, потому что она крайне неудобна. Ну, соответственно, несложно догадаться, как будет это же выражение выглядеть в постфиксной нотации. Еще круче. Соответственно, постфиксной нотации – это не 2030+, постфиксной нотации – это, собственно, вполне нормальная запись. Это будет вот так. Да, я не сошел с ума. Это вполне нормальная запись. Ну, для того, чтобы окончательно вас порадовать, я вам сейчас еще одну запись здесь напишу. Чему же равна эта запись? Кто мне скажет? Ну, по логике она равна 3000, 3000. Но человек, который к этому непривычен, он просто не знает, что это такое, и он быстрее сойдет с ума, пытаясь понять, что здесь. Но мы уже просто видели вот этот предыдущий пример, поэтому мы догадываемся, что это, на самом деле, 50. И по логике 50, 60 знак умножить, скорее всего, это умножение. Ну, вы можете столкнуться, например, и вот с таким примером. Вообще, страх Господень. Что это такое? Как это, ну, скажем так, интерпретировать? Ну, так, как я вам говорил. Первый знак плюс, соответственно, это 20, 90, знак умножить. Ну, или это равно 1800. Очень тяжело это использовать людям. Понятно, это можно вычислять механически. Есть с помощью специальных структур данных типа СТ. Поскольку, вот, например, в той же постфиксной аннотации операция записывается сразу за своими операндами, то при считывании символа операции ее операнд уже известны. Ну, соответственно, здесь все работает по алгоритму. Если следующий элемент является операндом, то помещаем его в стэк. Если очередной элемент обозначает символ операции, то, на самом деле, N ее операндов находится в верхней ячейке стэка. Заменяем эти операнды на результат. В итоге этот алгоритм не просто легко реализует. Очень часто используются компиляторы. Но, повторюсь, в реалии это жесть. Нинфиксная. Ну, A плюс B. Вот она перед вами. Однако, все хорошо с ней. Но, есть большая ненец. То, что при появлении выражения нескольких интексных операций, для устранения неоднозначности, у нас появятся скобки. Ну, смотрите. A плюс B. Все понятно. Все понятно. Это мы с вами сейчас знаем. А так это что такое вообще? Это сумма A плюс B умножить на C. Как и есть, на самом деле. Или же это произведение A плюс B умножить на C. Вот если мы не знаем... А чего мы не знаем? Не знаем понятие приоритетности и ассоциативности. Приоритетность определяет порядок применения операции выражения. Операция высокого приоритета выбирает свои операнды перед операцией низкого приоритета. Здесь, в нашем примере, сначала умножение выбирает свои операнды и выполняется. А потом уже, собственно, сложение. Ассоциативность задает порядок группировки выражения операций с одинаковым приоритетом. Например, два сложения или два умножения. Не буду на этом сейчас особенно сильно останавливаться, потому что это основа математики. Но в программировании все это крайне важно. Потому что надо уметь, скажем так, разворачивать скобки, сворачивать, решать линейные уравнения. Еще вы можете встретиться со смешанными нотациями. Это так называемая нотация, определяемая комбинацией символов. Например, if a больше b, dem. Здесь используются ключевые слова if, when. На самом деле значащими компонентами являются условия a больше b. В случае говорите так. Операция имеет смешанную нотацию. И, собственно, нельзя сказать, что здесь когда. В общем, все нотации имеют достоинства, недостатки. На практике в основном применяется все-таки нефиксная. Есть, конечно, инкремент, декремент. Это вот префиксная и постфиксная. Но это все некие частные случаи. Ну, а что дальше? Есть у нас такая волшебная операция, как прислали. Обычная история, некое введенное либо вычтенное значение нужно запоминать. Присваивание – это одно из ключевых, собственно, действий в языках программирования. И является присваивание не совсем обычной операцией. Нам бы рассмотреть ее специфику, да. Но для того, чтобы ее рассмотреть, нам нужно перестать называть операнты оперантами, а сказать, что они являются объектами данных. То есть объект данных – это оперант, находящийся в ячейке памяти. Ну, собственно говоря, в ячейке находится его значение. Присваивание – это не что иное, как элементарная операция, которая изменяет связывание объекта данных со значением. В общем-то, такое изменение – это побочный эффект присваивания. Объект данных – это вот А. А равно 10. Объект данных – А, значение 10. В общем-то, присваивание является двухместной операцией примитивной к ее инфиксной нотации. Мы рассматриваем левое и правое операнты аргументы. На этом мы с вами закончим. Можно, конечно, открыть идея питона, посмотреть на присваивание, поиграться с ним. Ну, как я уже сказал, ввиду невостребованности данного курса, я не вижу смысла особо кому-то этим забивать голову. Как получается, все это знают, всем это понятно, никаких вопросов ни у кого это не вызывает. Ну, что ж, наверное, я очень этому счастлив. Так, спасибо за внимание. Дальше продолжится курс однозначно по базам данных и программной инженерии, скорее всего. Ну, а позднее будет видно, чем будем заниматься. До свидания.